Приветствую вас, Мария. История вашего вопроса – это вина. Вы говорите про вину. Вы говорите про вину, вы говорите, что, значит, ну, вот, чувствуете вину за то, что муж вас, ваш, попал в аварию, вот, и что нужно выплачивать там крупную, да, достаточно сумму денег, вот, чувствуете вы вину свою за то, что ребёнок ваш упал, вот, в яму, и мог, соответственно, переломаться и так далее. И, вы знаете, вот, слушаю я вас, ну, вот, условно, да, вашу внутреннюю речь. И думаю о том, как много, вероятно, вам приходится зажимать свои чувства, как много вам, вероятно, приходится себя подавлять своё недовольство возможным, своё, ну, свою позицию где-то в чём-то. Вот. То есть очень много вам, по-видимому, приходится всё это делать. Это довольно сильно бросает в глаза. Вина – это ведь грязь, злость, которая, как правило, направлена внутрь человека. В данном случае речь идёт, конечно, про то, что эта злость направлена на детей, на, вот, собственно, вашего мужа, за которого вы так боитесь и так далее. Как мне кажется, основная проблематика здесь в том том, что чувствуете вы, что всем должны. И чувствуете вы, что для самой себя место у вас не остаётся. Поэтому, чтобы избавляться от чувства вины, нужно больше думать о себе, работать с своей самооценкой, вот, и больше заявлять о своих интересах, о своих желаниях, о своих потребностях. Так что, да, и не будет вам так это всё сильно привозить. И, в целом, как-то вот эмоционально, может быть, материально, может быть, меньше зависит от, как бы, других людей. Вот. Следующий момент, вот, вы говорите, что, нет, раскрывается инцидент, который произошёл. То есть вы говорите, что, ну, не говорить, а, просто не говорить ребёнка, мужа об этих историях. Вот. Чтобы не узнали дедушка-бабюшка и, соответственно, не начали вам выговаривать. А вот, что произойдёт, что происходит, когда они вам, собственно, выговаривают, что в этот момент происходят, какие чувства, например, вы испытываете, когда они вам выговаривают. Это вот тоже, как мне кажется, довольно важный и значимый момент. Потому что то, как вы реагируете на, эээ, ну, на них, как вы реагируете на их мнение, там, ну, допустим, мнение про вас, да, мнение о том, как вы, ну, может быть, воспитываете, эээ, детей, вот, или как ведёте себя, да, может быть, да, даже с ними, вот. Вот, на мой взгляд, очень и очень важный аспект по тому, что, эээ, если вы, эээ, свою реакцию, зажимаете, если вы не позволяете, условно, своей реакцией быть, то, опять же, это обращается внутрь вас через вину. Вот. Поэтому момент здесь такой. Вот. Но в целом нет, нет какого-то ощущения, от вашего рассказа, что он, вы, эээ, чувствуете себя свободно. Зато есть ощущение, что много добавленная агрессия. Вот. И то, что с вами происходит, это вот проекция, вот, перенос на других людей, того, что чувствуете вы сами. Никакой магии, нафиг слушать. Эээ, скажем, никакой магии, если нет. Магия, 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 она не в этом. А магия в том, что вы себя практически не слышите. Вот. В этом и есть основная, как мне кажется, проблема. И с этим я и предлагаю вам поработать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну и желаю вам всего самого доброго и удачи.